Птичий остров на Комсомольском озере. Второй по величине, а может быть и самый большой, если я не ошибаюсь, но он был изолированный от берега водой и был такой дикий и глухой. Помнишь, мы в прошлом году на нем побывали? Как бы то ни было, сейчас вот этот большой мост 60-метровый уже этому делу привел конец. Праздничный день 3 июля. Птичий остров останется без птиц. Как же здесь будет и не сдаваться, если народ будет там гудеть, отдыхать. Конечно, красивое сооружение и таких в Минске не было для отдыха пешеходный мостик такой. Но птичек жалко, и это точно. Это чем-то напоминает, как новые американцы выживали, вытесняли исконных аборигенов Америки. Но да, птиц там уже не будет, видишь, меня строители тоже выживают потихоньку из парка. Потому что здесь такое грандиозное строительство. Это очередной фонтан. Ну, такие картинки я тебе еще, наверное, не показывал. Ну, брат, черт побери, пока я тут с тобой общался, залез в такое место. Так, как-то же там выбраться отсюда все-таки из грязи. Я вообще не знаю. Давай попробуем бежать. Может быть, по траве. Классно. Выскочил с этого парка, с этой стройки. И здесь так хорошо бежать по клеверу, по траве, покрытой. Простой. Все. Мы навело дорожки. Немножко поностальгировали по упущенным, по прошедшим. Но хорошо, что мы запомнили, такой все-таки должен быть птичий остров. На самом деле, теперь только можно будет это увидеть на моих видеоподкастах. Простой. Вообще, вот рыбалка. Такая неспешная. В красивых местах. Все-таки остаются красивые места. Наверное, они будут такие выглядеть искусственно. На наших птичах трава без птиц. Или птички без рыбы. Ну, что-то видно еще. Все-таки остается там самое такое, самое стойкое. Потому что не было тогда рыбаков, которые ловят рыбу. Наверное, я бы никогда не слышал гомон. Тип по весне. Природа все-таки находит выход из тех ситуаций, которые ей ставит человек. А у меня на сегодня все. Классного тебе дня. Побольше позитива. Живи ярко. И до следующей встречи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok